В пятницу, 22 марта 2024 года, в 8 часов вечера, в город Красногорск происходит стрельба. Группа, примерно из пяти человек, врывается в московский Крокус-Сити-Холл, где должен был состояться концерт рок-группы «Пикник», и она открывает огонь из автоматического оружия по зрителям. Затем террористы поджигают здание и скрываются. Их поисками заняты в данный момент органы. Пожар распространился на крышу Крокуса, которая частично обвалилась. По данным из сети, в результате нападения погибло более 60 человек, а пострадавшими в разной степени оказалось 145 человек. Судя по видеороликам, которые снимали очевидцы, в атаке на посетителей Крокуса участвовало до пяти человек в камуфляже с огнестрельным оружием. Они прибыли к зданию на белом Рено. Видеорегистратор одной из проезжавших машин зафиксировал, как группа людей покидает авто и бежит к комплексу. Стрельба началась примерно за 10 минут до начала концерта. На одном из роликов видно, как преступники в бейсболках и с рюкзаками на плечах спокойно передвигаются по фойе и хладнокровно стреляют в беззащитных людей. Затем нападавшие проникли в концертный зал и продолжили стрелять бутам. Помимо огнестрельного оружия, террористы использовали зажигательные шашки, по другой информации, коктейли Молотова. Если верить данным база, у охранников Крокуса не было огнестрельного оружия, они имели при себе только дубинки и электрошокеры. Несколько охранников могли быть убиты с самого начала нападения. Четверо охранников спрятались за рекламным щитом, и террористы, по свидетельству одного из них, прошли в 10 метрах от них. Мы не понимали, что это выстрелы, я подумала, что это какие-то фейерверки. Я обернулась один раз в зал, второй раз, и на третий раз я понимаю, что весь зал начинает разбегаться в разные стороны. На снятых очевидцами роликах видно, что люди эвакуировались как могли. Часть людей спокойно спускались вниз и вышли, другие попали в давку и у дверей. Третьи блуждали в темноте в поисках выхода. Небольшому числу людей удается разбить толстое окно на первом этаже здания, чтобы выбраться на улицу и убежать. Позже появляется информация, что около 10 человек обнаружили в одном из туалетов. Они там прятались, скорее всего, от стрелков. Но, к сожалению, они задыхались от дыма в результате пожара. Десятки выбравшихся людей бежали по Павшинскому мосту. По сообщению ТАСС, от 8 часов 33 минут московские подразделения СОБР и ОМОН были подняты по команде Тревога. Они направляются на место. Через полчаса, по информации того же агентства, СОБР и ОМОН находятся еще в пути. Далее информация из СМИ. Около 9 часов в здании начинается обрушение кровли. При этом пожарные не могли приступить к тушению до прибытия группы спецназа. Хотя после начала уже проходит полтора часа. Две недели назад до трагедии, посольство США в РФ выпускает на сайте предупреждение для своих граждан о возможных атаках в местах массового скопления людей в Москве. Аналогичное предупреждение также вывесило на сайте и посольство Великобритании. Но почему-то в связи с такой информацией не было предпринято мер по обеспечению повышенной безопасности в таких людных местах, как Крокус Сити Холл. У охранников не было даже огнестрельного оружия, чтобы они хотя бы потенциально могли сделать что-то и, возможно, уменьшить число жертв. И спустя три часа в интернете ходит информация, что органы занимаются поиском белого и серого седана, на которых могли скрываться преступники. Предварительно была загружена их фотография с камер видеонаблюдения. Из-за того, что в округе от концертного зала, где происходила стрельба, находилось очень много людей, которые пытались убраться оттуда как можно быстрее. В моменте цены на такси взлетают до 3,5 тысяч рублей за поездку. Но очень быстро Яндекс.Такси сделали поездки бесплатными для пассажиров из района Крокус Сити Холла. В сеть начали публиковать первые кадры начала событий. Люди разбегаются и наблюдать за этим просто жутко. Пострадавшие из больницы не только начали делиться своими историями. Девушке приходится притвориться мертвым. И это ей помогает спасти жизнь, когда в этот момент проходил один из нападавших. Следственным комитетом вскоре было показано оружие нападавших с камуфляжной расцветкой. Спустя небольшое количество часов после трагедии, действующие президенты и лидеры многих стран выражают соболезнования по факту теракта, а также высказали слова осуждения. Во многих странах консульства УРФ жители за границей начали приносить цветы, а в Москве и Питере начинают появляться билборды с датой трагедии и названием здания, где это происходит. Многие телеграм-каналы поменяли аватарки на серые в знак траура. Блогеры высказывают свои слова поддержки и попросили воздержаться в ближайшее время от похода в людные места. Со своей речью, по некоторой информации из СМИ, должен был выступить Владимир Путин, но позже информация и анонс выступления были удалены каналам РИА Новости, которые сообщили об этом первоначально. Но чуточку спустя Владимир Путин пожелал пострадавшим выздоровления, а медиков поблагодарил за их работу. Исполнитель Шаман записывает кружок в своем телеграм-канале со словами о беспокоенности о трагедии и выражает готовность оплатить лечение и поддержку всех пострадавших в ситуации. С аналогичной инициативой выступают рэперы на агент Моргенштерн, который организовал сбор на помощь всем, кто пострадал в этой трагедии. После того, как информация о стрельбе начала расходиться по сети, поступают сообщения, что в торговом центре галереи в Петербурге начинается эвакуация, наверное, чтобы обеспечить безопасность. Также стали сообщать о возможной отмене очной формы обучения в вузах по всей стране. Говоря простым языком, институты перейдут, возможно, на дистанционный формат обучения. И на самом деле, если у нас уже имеется опыт карантина 2020 года, когда все, включая школьников, учились дистанционно, и в целом с того момента появляются сервисы для домашнего обучения. И сегодня, когда подобные ситуации происходят, если эффективность обучения дистанционно такая же, я думаю, стоит серьезно подумать над переводом учебы на дистанцию, чтобы хотя бы защитить самую уязвимую группу общества подрастающее поколение. А теперь я бы хотел посвятить время тому, кто предположительно совершил данный акт террасма. По одной информации, которую в основном распространяет западная пресса, за этим стоит запрещенная в РФ организация ИГИЛ. В качестве аргумента издание цитирует сообщение из их канала, в котором представители группировки якобы взяли ответственность за это на себя. Позже эти утверждения начали опровергать в российских СМИ, заявив, что они ничего подобного не говорили. Но важно отметить, что в Москве и Ингушетии пару недель назад были нейтрализованы боевики ИГЭ, акты мести, кто его знает. Но к этому часу нападавшие пойманы, и как сообщает ФСБ, что их задержали в Брянской области в попытке выехать на Украину. Многие из вас, посмотрев этот ролик, захотят сделать что-то доброе, поэтому каждого из вас призывают править любую сумму на благотворительность, чтобы помочь детям и взрослым с онкологией. Фонд Хабенского, ссылка в описании. Думаю, стоит отметить заслугу охранников в том, что они помогали выбираться, несмотря на боязнь за свою жизнь. Ведь в первую очередь это тоже простые люди, у которых есть свои страхи, но несмотря на это они выполняли свой долг и выводили людей из здания. По информации находившихся, сотрудники Крокуса координировали выход посетителей. И также вдобавок про охрану, мнение о их возможностях в этой ситуации разнится. К примеру, президент Союза группы Альфы считает, что охрану тут винить нельзя, поскольку в таких случаях они бы ничего не смогли противопоставить такого рода вооруженным людям. Но здесь я считаю, правда лишь только отчасти, потому что плохо, когда у охраны нет нормального вооружения и, допустим, бронежилета, чтобы в таких ситуациях они могли быть максимально эффективными. Но и действительно не стоит забывать о том, что такие ситуации происходят не каждый день, и все-таки человек, который ранее ни в кого не стрелял, даже если у охранника будет оружие, ему придется выгляделить в нападавшего, не растеряться в такой ситуации очень сложно. Я считаю, что если такая ситуация есть, нужно задуматься на тем, чтобы в таких людных местах, как Крокус Сити Холл, где было сегодня свыше 6 тысяч человек, стоит задуматься, чтобы такие места хранялись реальными профессионалами. Тем более я уверен, что с доходами Крокус Сити Холла они могут себе позволить нанять хорошо экипированных военных людей, которые пресекут действия нападавших. Тем временем люди, которых как-то задела эта ситуация, продолжают делиться жуткими кадрами той ночи в Крокус Сити Холле и новыми историями. Когда стрельба утихомирилась, женщина увидела, что неизвестный молодой человек прыгнул на террориста, отнял у него автомат, завалил его и ударил прикладом. Молодой человек на него прыгнул, я не видела, как он прыгнул, я просто видела, что он отнял у него автомат и прикладом его бил. По ее словам, у сцены уже лежало тогда несколько миговых людей. Елена рассказывает, что благодаря поступку мужчины несколько десятков человек смогли выбраться из здания. При этом женщина не знает, выжил ли этот мужчина, так как после того, как она покинула зал, там вновь была слышна стрелябка. Лайки ставьте, пишите комментарии, подписывайтесь, видос друзьям скиньте и берегите себя.